Добрый вечер, в Украине 8 вечера, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Парламентский расклад. Карты, которые до вчерашнего дня Нарде поддержали в рукавах, сегодня выбрасывают на сукно, а некоторые даже швыряют в лицо премьера. Сама Помич громко заявила о сборе подписей за отставку Кабмина. Свои силы против правительства объединяют Батькивщина и антикоррупционное движение Наливайченко. Заговорили даже о досрочных парламентских выборах в случае, если вдруг карточный домик Яценюка все же устоит. Какие козыри припрятал сам премьер, на чью поддержку он рассчитывает и удастся ли ему сохранить покер-фейс при откровенно слабой игре. Подробнее Ольга Рыцарь. Чем ближе 16 февраля отчет Кабмина в парламенте, тем активнее премьера разрабатывает план действий и ищет союзников. В считанные дни министра разработали программу реформ, а вчера Яценюк ее представил на открытом заседании правительства. А еще раньше дал понять, ради сохранения Кабмина не готов жертвовать даже парочкой министров. Сегодня на встрече с дипломатами заявил, Кабмин и его фракция в парламенте готовы к компромиссам с президентом и просит еще кредит доверия. Сейчас с президентом страны нам необходимо на конец точно принять решение про будущие страны, про структуру уряда и про план действий. Сейчас нам необходима доверия. Мы сегодня стоим однией командой. А в это время в конференц-зале Украинского дома перед представителями всех регионов страны партия «Батьковщина» и антикоррупционные движения Валентина Наливайченко заявляют, они объединяют свои силы, чтобы вместе добиться скорейшей отставки правительства. Наша команда твердо стоит на необходимости, причем, как можно быстрее, отставки правительства правительства. После того, что мы обязаны сделать все зависит от нас, чтобы сформировать новый технический правительство правительства. Но если этого не выйдет, наша сообщественная команда будет предполагаться на негайных дестраховых парламентских выборах. Парламент, втянутый в кланово-политичную злову, не имеет зацикавленности в формировании технического уряда. Моя о создании технического, неполитического уряда в этом парламенте нереалистична и приведет к втрате дорогоценного времени. Впервые открыто «Батьковщина» заговорила о досрочных парламентских выборах. Во фракции «Самопомощь» тоже требует полной отставки правительства. Но о выходе из коалиции, и тем более о перевыборах, пока ни слова. Накануне начали собирать подписи за отставку Кабмина. А сегодня на своем сайте организовали сбор подписей под такой же петицией. Все наши, все голосы, всех людей, которые будут в зале, будут выданы за отставку этого ганебного, непрофессионного, антиукраинского уряда. Свои голоса за отставку готовы отдать и радикалы, и часть БПП. Оппозиционеры настаивают, отвечать за провальные реформы должны все. Ответственность за то, что происходит, несет не только премьер-министр, несет вся коалиция. И коалиция должна нести политическую ответственность за деятельность Кабмина, а не спихивать в этом Арсений Петрович прав, а не спихивать всю ответственность исключительно на НИВУ. Меня очень действительно веселят ряд политических сил, которые, формально находясь в коалиции, являются ярыми критиками Арсения Петровича. Единственный путь данной ситуации – это выход из коалиции, построение новой коалиции, либо досрочные парламентские выборы. Сам Арсений Яценюк вчера предложил Кабмин просто доукомплектовать. Говорит, досрочные выборы в парламент приведут к экономическому коллапсу. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Так, есть ли жизнь после Кабмина Яценюка? Угрозы премьера о коллапсе прокомментировали политологи. И вот их мнение. Никакому разу никакого коллапса не будет. Я бы так сказал, жизнь после урядувания Яценюка таки будет. Можем не переживать. Самая представка уряда Яценюка на чулі за Яценюком – это будет первый крок до выхода из кризи в Украине. То есть это не будет начать кризи, потому что криз уже у нас есть, дальше уже никуда. И самая это будет тою причиной, которая заставит политиков шукать новые шляхи, новые инструментарии по выходу из кризи. Поэтому безумовно, только отставка Яценюка, она заставит политиков по-новому подивитись, и как вырешивать кризу. И все требует делать. Мы уже не в первый раз слышим от Арсения Петровича о том, что если его отодвинут с премьерского поста, то на следующий день в стране наступит коллапс, небеса рухнут, курицы перестанут нестись, и вообще наступит конец света. Ну, собственно, это не что иное, как банальный политический шантаж. И действительно, если посмотреть ретроперспективу высказываний премьер-министра, то к этому приему он прибегал излишне часто. А то, что часто используешь, оно девальвируется. Что будет, если Яценюк уйдет в отставку? Я говорю, плохо. Будет плохо. А что, если Яценюк останется? Тоже будет плохо. Очевидно, вот тренды той ситуации, которая сегодня сложилась в стране, они не зависят от того, останется или не останется Арсений Петрович на посту премьер-министра. То есть не надо связывать персональную судьбу политика с судьбой страны. Сегодня команда Народного фронта находится в стадии политической истерики. Они не видят выхода из этой ситуации. И кроме шантажа, кроме таких голосных заяв, у них ничего больше не осталось. Это такая форма политической истерики, я бы даже сказал, политических своих родных конвульсий. Это будет лишь особистый коллапс Яценюка и не больше того. Сегодня поддержка Арсения Яценюка уже не является альтернативной, не является безумовной. И сегодня Захид рассматривает возможность изменения его кандидатуры на более адекватную и более кандидатуру, которая способна все-таки реализовывать эти обязанности, эти реформы, которые она на себе брала. Так что же ждет Украину после возможной отставки правительства? Пропало все? Или просто перезагрузка и курс на реальные реформы? Стоит ли верить угрозам Кабмина и бояться их? О судьбе и министров, и коалиции уже через несколько минут будут говорить в студии «Черного зеркала». Сегодня пятница, а поэтому их эфир сразу после подробностей. Скандальные лопасти. Минобороны прокололась на тендере. Его выиграла компания, которая разработала целую преступную схему, как с помощью косметических манипуляций выдать старые запчасти для вертолетов за новые, и как вернуть их, правда уже по заоблачным ценам, в Минобороны. Что скрывалось под краской, расскажет Олег Решетняк. Снова скандал вокруг тендерных закупок Министерства обороны. Налоговая полиция под вывеской «Гранум ресурс» обнаружила подпольный цех, где скрывалась целая империя производства непригодных вертолетных лопастей. Летом 2015 года компания выиграла свой единственный в истории тендер на поставку Минобороны новых деталей для военных вертолетов Ми-24 на сумму около 150 миллионов гривен. Оказалось, продавали старье. Эти лопасти уже давно прошли свой моторесурс, но здесь, на этом предприятии, их просто перекрашивали, оформляли набор свежих документов и продавали за 500 тысяч долларов Украине. По номерам мы можем установить рік выпуска, месяц выпуска. Также тут, снизу, под номером выбитый номер лонжерона. Это основная часть лопатей, до которой уже киплются все комплектующие. В Украине нет компаний, которые смогли бы производить лопасти для вертолетов Ми-24, состоящих на украинском вооружении. Такие детали производят только в России. Но с северным соседом Украина не торгует даже продуктами, не то что военным оборудованием. Вот у фискальщиков и возник вопрос, откуда берутся все новые и новые лопасти. Данные делки использовали штампы и реквизиты российских предприятий, производителей и заводов, которые заполнили технические паспорты, подробленные и ставили соответствующие печатки и ОТК заводов и производителей. Директор фирмы, на территории которой развернули настоящий военный цех, все опровергает. Говорит, лопасти принадлежат другой компании. Какой, не уточняет. Решение нужно вынести, наверное, все-таки суд о том, чтобы говорить о том, что здесь есть производство каких-то там агрегатов или еще что-то. А решение суда есть. 29 декабря прошлого года Печерский райсуд постановил. Компания «Гранум Ресурс» на общенациональный тендер выставила заведомо неправдивую информацию о себе и своей продукции. Впрочем, у адвоката фирмы, на территории которой работал подпольный цех, есть свое объяснение. Эксперты и военные инженеры недоумевают, как можно под видом нового оборудования продавать военным старую рухлядь. Любая сечка может привести к фатальным последствиям. Это небезопасно, это ставить на любое воздушное судно, потому что может привести к неизбежным ситуациям, катастрофе. На каждый агрегат есть определенный ресурс. Прошло там, скажем, месяц, год, пять лет. Оно должно пройти определенную сертификацию повторную и техническое обслуживание, проверку. Теперь следствие выясняет, кто стоит на вершине этой длинной коррупционной пирамиды. Олег Решетняк, Олег Неведомский. Подробности. Телеканал «Интер». А во Львове погорели на краже запчастей для самолетов на 18 миллионов долларов. Кому пытались продать украденные детали бомбардировщиков? Какую сумму злоумышленники принесли на откуп прокурору? И сколько им теперь за это грозит? В авиасхемах разбирались наши корреспонденты. 3 февраля. Кабинет прокурора военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона. Сотрудники СБУ задерживают директора Красиловского агрегатного завода Петра Королюка. Руководитель госпредприятия якобы принес прокурору взятку 23 тысячи долларов и 2 тысячи евро. Хотел избежать тюрьмы, рассказывают правоохранители. Ну и це кошти, які були сегодня надані. Так, воняки вони були. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Срок светил за кражу з завода. Незадолго до задержания, говорят в прокуратуре, выяснили. Петр Королюк договорился о сделке с руководством одной из воинских частей Хмельницкой области. На её складах они похитили 30 спецкреплений под крыло самолётов Су-24, держателей авиабомб. Их планировали отремонтировать и по контракту, подписанному ещё три года назад, передать Индии. Цена вопроса 18 миллионов долларов. За каждое крепление директор обещал подельникам по тысяче долларов. Всем этим людям объявлено подозрение. В связи с отсутствием на территории Украины вказанных комплектующих, директор вказанного предприятия звернулся до посадовых осіб командования повітряних сил та однієї з військових частин на Хмельниччині щодо выкрадення вказанных виробів и подальше проведення косметичного ремонту та продаж по международному контракту. Адвокат директора авиазавода всё отрицает. Мол, его подзащитный ничего не крал. Он предлагал обменять давно списанное воинской частью спецкрепления на металл. И взятки прокурору не давал. Говорит, доллары и евро, которые оперативники сняли на видео в кабинете прокурора, это ранее изъятые деньги из офиса и у родственников Королюка. К ним приходили с обысками. Пока идёт следствие, Шевченковский райсуд Львова арестовал Петра Королюка на два месяца. Правда, с правом внести залог 30 миллионов гривен. Если в суде докажут его виновность, директору авиазавода грозит до 12 лет тюрьмы. Ирина Исыченко, Кристина Гошенко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львов. Грозит ли тюремный срок полицейским, которые застрелили пассажира преследуемого автомобиля БМВ? Скандальное происшествие с погоней и перестрелкой обрастает новыми подробностями. В интервью издания «Украинские новости» адвокат водителя автомобиля рассказал о том, что даже когда машина остановилась, полиция вела прицельный огонь на поражение. Адвокат ссылается не только на слова своего подзащитного, но и на изученные материалы. Водитель также рассказал своему защитнику о том, что перед тем, как сесть за руль, он выпил пиво. Однако адвокат утверждает, что тот не был пьян. И отмечает, автомобиль двигался с незначительным превышением скорости. Инцидентом уже занялась прокуратура, его расследуют как умышленное убийство. Сейчас патрульные отстранены от работы. Я напомню, что ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что полицейские использовали оружие правомерно. Наши журналисты проводят собственное расследование всех обстоятельств этой трагедии. И вы сможете увидеть его уже в воскресенье в 20.00 в подробностях недели. Что же касается самого министра внутренних дел, то скандал с его участием тоже набирает обороты. Появились новые подробности в истории с рюкзаками для украинских военных, о которых мы рассказывали уже неоднократно. В сети разместили видео, где якобы сын Авакова Александр договаривается с бывшим замминистра внутренних дел Сергеем Чебутарем о госзакупках тех самых вещмешков. Какую схему обсуждали собеседники и о каких суммах идет речь, расскажет Елена Митясова. История с покупкой рюкзаков для военных по 3000 гривен за штуку годичной давности. Но теперь о ней вдруг снова заговорили. Благодаря этому видео, которое неизвестный слили в интернет. Снято оно скрытой камерой, якобы в кабинете бывшего замглавы МВД Сергея Чебутаря. До мая 2015-го тот отвечал за госзакупки. Человек, внешне похожий на сына министра Александр Аваков, договаривается с кем-то похожим на Сергея Чебутаря о поставках в МВД крупной партии рюкзаков. Саша, сколько ты до Нового года можешь поставить? Ну, Василий Иванович, не могу, мы же заказали. Ты заказывай. Максим, что ж тут сделал? Да, ну, все хуй. Заказывай на следующую партию, сколько там, 2000? Да. Заказывай на 2000, а я скажу, после Нового года в Европу. Предоплату сейчас не дадите? Нет, мы не можем предоплату дать, тебе надо, чтобы ты нам поставил до Нового года. А если 100 штук поставили, мне 200% предоплаты не дадите? За что? Что штук? Тогда дадите, и все хорошие. Видео датировано декабрем 2014-го. Уже через два месяца, в феврале 2015-го, МВД официально закупило 6000 рюкзаков на общую сумму 16,5 миллионов гривен у некой фирмы Днепровент. Мы неоднократно показывали в эфире сюжеты об этом. Наши корреспонденты тогда разыскивали эту компанию, но по адресу регистрации ее нет. Не нашли мы закупленные министерством рюкзаки и у бойцов в зоне АТО. Возможно, просто не хватило. Из диалога людей, похожих на сына Авакова и бывшего замминистра Чеботаря, следует, что договаривались они о меньшем количестве вещмешков, да и стоили они в половину дешевле потраченной суммы. Вот эти рюкзаки, что мы хотим старше взять, да? Да. У него там, например, они там штук 100 сделают. Да. Сколько это 100 штук будет? Понимаю. Да. Они там 1800? Да. Это будет сколько? 18 тысяч или нет? Давай мы на какой-то УВД дадим эти деньги, чтобы УВС его купил. 1800 тысяч получается. Ну давай мы дадим двум УВС по часам, чтобы купил. Есть. Для спецподразделения Киева, там, и МИЭТО, и давай дадим кого? Харкова. Киев, Харкова. Харков по 100 тысяч. Есть. По 90 тысяч, как раз будет 180 тысяч. Есть. А потом с Нового года проведем тендер на закупку двух тысяч. Есть. Сейчас она Владимир наберет. Есть. Ты понял, про что я говорю? Потому что у него не сделать до Нового года, мы тендер не можем. А нам все-таки рюкзаки эти надо, как бы были на всяких случаях. И мы тогда возьмем, давай двух этих возьмем, я со своей резервы дам денег. И мы заберем эти тысячи. У него 100 штук. Давай, 50 штук на Киеве, 50 штук на ПАК. Действительно ли были такие разговоры у замглавы МВД, сына министра этого ведомства, мы спросили у самого Сергея Чеботаря. И вот, что он ответил нам по телефону. Это идет целенаправленный монтаж, целенаправленная работа. Потому что такой разговор нет. Какие там они были. Я про это уже не раз говорю. Какие-то фрагменты, грудь и все. Где показывают, что я как будто там матюка, в жизни не матюка расширялся. Монтаж это или подлинное видео. И кто эти люди на нем, теперь выясняют детективы антикоррупционного бюро. Запись уже взяли в работу. Попередньо мы, на жаль, не можем давать своих каких-то властных оценок. Через то, что мы должны детально ознакомиться с этой информацией. И уже после этого делать какие-то выяснения, чтобы не дезинформировать общество. Известно, что в ноябре 2014 СБУ действительно проводила скрытую съемку в кабинете Чеботаря. Спецслужбы открыто об этом заявили. И часть видео о продаже Чеботарем песка еще раньше попала в интернет и была признана доказательством в уголовном деле о краже песка. Что касается рюкзаков, Генпрокуратура также открыла уголовное производство. Как оно продвигается, ответа пока нет. Ну а сам Чеботарь, напомню, уволился из министерства после совершенно другого скандала, когда его зять напал на журналистов. Елена Митясова, Павлина Василенко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Под горячую руку президента сегодня попали премьер, генпрокурор и глава НАБУ. Петр Порошенко письменно призвал их не тормозить борьбу с коррупцией. Президента возмутили попытки чиновников, погоревших на взятках, вернуться на свои должности. В частности, в письмах он упомянул главу службы занятости, начальника службы экспертного контроля и его подчиненного. Их разоблачило ГПУ и СБУ, но по решению суда они вышли на свободу и сейчас активно восстанавливаются в должностях. По мнению Порошенко, подозреваемые должны быть уволены, либо временно отстранены на период расследования. А с вице-президентом США Джо Байденом Петр Порошенко сегодня общался по телефону. Они обсудили принятые украинским парламентом антикоррупционные законы для продолжения реформ развития сотрудничества с МВФ и введения безвизового режима. А также скоординировали свои позиции относительно полной реализации минских соглашений. Противостояние одесского губернатора и премьера продолжается. Сегодня Михаил Саакашвили уличил Яценюка в очередной лжи. На своей странице в фейсбук глава Одесской области написал, что по словам премьер-министра, одесская таможня не перевыполнила план по наполнению бюджета и не построит дорогу Одессы-Рени. Между тем, только в январе одесские таможенники перевыполнили план на 126%. Яценюк продолжает играть в наперстке с украинским народом, пишет Михаил Саакашвили. И уже совсем скоро мои коллеги Евгений Киселев и Алексей Лихман пообщаются с Михаилом Саакашвили в программе «Черное зеркало». Одесский губернатор сейчас в Мюнхене на конференции по безопасности, так что сможет рассказать не только о своем споре с премьером, но и о закулисье этого международного форума. Что просит Украина у зарубежных партнеров и на что она в действительности может рассчитывать. Так что не пропустите «Черное зеркало» сразу после наших новостей. Ну а нам с вами последние новости с Мюнхенской конференции по безопасности расскажет моя коллега Татьяна Лагунова, она уже с нами на связи прямо сейчас. Таня, добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, с чего началась конференция и какие темы поднимут вот в эти ближайшие два дня? Да, Наталья, конференция началась сегодня после обеда, и она уже традиционно проходит здесь, в отеле «Баварский двор». И это, пожалуй, сейчас самое безопасное место в Германии. Все подходы и подъезды к зданию охраняют почти 4000 полицейских. У меня нет информации, что существует повышенная угроза для Мюнхена. Это угроза абстрактная, и она возникла не сегодня. Мы должны с ней жить, и во время конференции тоже. Ну а главная тема конференции – это Сирия, беженцы, ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Украинский день завтра. Петра Порошенко в Мюнхене ждут буквально уже в эти минуты. Его самолет должен приземлиться в полдевятого вечера. Ну а сегодня Украину на конференции представлял главный дипломат страны, Павел Климкин, коротко пообщался с журналистами и проанонсировал встречу Нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Она должна состояться завтра утром. Мы планируем завтра эту встречу. Мы еще разговариваем, на каком уровне будет присутствия французская сторона в связи с видовыми изменениями, оскільки Лоран Фаберус сейчас пошел в отставку. У Петра Порошенко завтра в Мюнхене очень насыщенный график. С утра он примет участие в президентских дебатах, ну а потом встреча за встречей. Я перечислю только некоторые. Петр Порошенко встретится с президентом Польши, Румынии, Литвы, Финляндии, с госсекретарем США, генсеком НАТО и главой Европарламента. Наталья? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова из Мюнхена была с нами на связи. Сирийский режим не виновен в военных преступлениях. Президент страны Башар Асад отверг обвинение, выдвинутое ООН. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Франс Пресс. Более того, он обвинил Европу в нескончаемом потоке беженцев из страны. Асад утверждает, что не против политического диалога для разрешения этого конфликта и обещает не прекращать борьбу с терроризмом. С самого начала кризиса мы верим в эффективность переговоров и политические решения. Но то, что мы ведем переговоры, не означает, что мы должны перестать бороться с терроризмом. Эти два пути в Сирии неизбежны. Переговоры и борьба с терроризмом. Но они не пересекаются. И вот стало известно, объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия отправят свои войска в Сирию. Об этом заявил накануне в Брюсселе глава Пентагона Эштон Картер. Части специального назначения окажут поддержку местным оппозиционерам в борьбе с боевиками ИГИЛ, включая освобождение города Рака, расположенного в 160 километрах к востоку от Алеппо. О каком количестве военных идет речь, Картер не уточнил. Также Абудаби и Риад намерены возобновить участие в воздушных атаках под руководством США. Наши партнеры в Персидском заливе проявили желание усилить направленную против исламского государства деятельность. Мы приветствуем новость о том, что, к примеру, Саудовская Аравия активизирует свою позицию по поводу воздушной кампании. Ну а знаменитой бельгийской терпимости, похоже, приходит конец. Там подсчитали, что за 10 лет количество мечетей, находящихся под влиянием одного из радикальных течений ислама, выросло в два раза. На сегодня около 30 мусульманских храмов, это больше 10%, придерживаются салафитских взглядов, а значит, буквально следуют заповедям пророков. Министр внутренних дел Бельгии заявил, что хочет знать, что происходит в этих храмах. Особое внимание спецслужб он попросил обратить на Великую мечеть, находящуюся при Центре исламской культуры, одном из самых закрытых религиозных заведений страны, построенным на средства Саудовской Аравии. При необходимости, подчеркнул Ян Ямбан, мечети закроют. Гетто беженцев во французском Кале снесут. Но вот вздохнут ли местные жители с облегчением и куда денут мигрантов? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Две недели назад часть лагеря уже переместили подальше от жилых домов и дороги с помощью эскаваторов. Теперь Ксавье Бертран, руководитель региона Норд-Под-Кале, это именно он требовал ввести войска, дал распоряжение половину джунглей, так здесь называют лагерь для беженцев, вообще сравнять с землей. Понять чиновника можно, он выиграл выборы с обещанием расчистить гетто, но на практике месье Бертран бессилен. Люди-то остаются, а значит они поставят новые палатки на том же месте. Вообще ситуация накаляется. Жители Калеи, обитатели палаточного городка друг другом недовольны давно. Но если раньше все обходилось лишь скандалами, то в последний месяц дошло до драк. Причем дерутся не горожане, а приезжие французские националисты. После того, как сторонникам французского отделения Пегида запретили здесь манифестации, они стали просто мутузить мигрантов. На охоту выходят под вечер, в масках нелегалы жалуются полиции. Та арестовывает хулиганов, но проблема при этом не решается. Увы, палаточный городок разрастается официально, здесь живут 3000 человек, неофициально 8. И пока решения, что именно делать с людьми, а не с палатками, нет. София Градиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Побочные эффекты закона Савченко. Чем опасна новая норма и как она повлияет на уровень преступности. В Киеве раскрыли миллиардную аферу. Сотрудники налоговой милиции разоблачили крупный конвертационный центр, который действовал в Киевской, Днепропетровской и Закарпатской областях. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замглавы фискальной службы Сергей Билан. С помощью этого центра предприятия уклонялись от налогов. Его работа привела к убыткам госбюджета на сумму в 200 миллионов гривен. Налоговики сообщили о том, что злоумышленники также готовили большую аферу на рынке недвижимости. Во время обысков изъяли около 400 тысяч долларов, 15 в печати и штампов, а также теневую документацию. Кроме этого, решениями суда наложен арест на счета 21 предприятия. На свободу с нечистой совестью и все благодаря так называемому закону Савченко сокрушаются в пенитенциарной службе. До конца года здесь посчитали, что из тюрем освободится более тысячи убийц, воров, коррупционеров и взяточников. Откроет ли этот закон ящик Пандоры, расскажет Ирина Романова. Одним из первых, кто теперь от души может поблагодарить Надежду Савченко, стал известный судья-колетник. Благодаря закону ее авторства, принятому в конце декабря, который приравнивает день в СИЗО как два в тюрьме, Роман Зварич оказался на свободе намного раньше положенного. Решили попытать нежданно привалившего счастья и другие заключенные. Суды немедленно полетели тысячи ходатайств о пересмотре строком наказания. За полтора месяца подсчитали в пенитенциарной службе, законом воспользовались почти 11 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи уже на свободе. Остальные, например, осужденный за убийство бютовец Виктор Лозинский, а также известный в народе доктор Пи, мошенник Андрей Слюсарчук, будут сидеть в тюрьме на пару лет меньше. В целом, за формальными ознаками, под действием закону потрапляет почти 49 тысяч человек. В частности, есть тысячи человек, которые были засудены за убийство. Повторых тысячи за умисленные тяжкие телесные ускорбления, например. Например, 150, которые были засудены за гвалтование. 927 – за грабеж. Глава пенитенциарной службы прогнозирует, что это еще больше усугубит криминогенную ситуацию в стране. И слишком дорого обойдется государству. Ведь по статистике, более половины освобожденных снова возвращаются в тюрьму. Его опасения разделяет и представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко. Это закон не нужный в никакой редакции. Полиция не может справиться с блондинкой, которая ей штукается. А она справится с теми, кто сейчас выйдет. По этому закону? Отвечеют как раз те, кто вчинит насильницкий злочин? На Савченко не трепутаться. Она ясна, что не знала этого. Ее просто использовала. Что они переследовали, я не знаю. Савтор закона, нардеп от Батьковщины, Иван Крулько уверяет, закон принимали, чтобы помочь, в первую очередь, тем, кто незаконно находится за решеткой. Не зважаючи на то, что, соответственно, к этому закону, некоторые отдельные персонажи смогли раньше не освободиться от криминальной ответственности, а выйти из места избавления воли, оно не может никакой подмечить репутацию того, что тысячи людей, тысячи украинцев, которые неправомирно находились в СИЗО, по которым были дуты криминальные дела, которые держали десятки лет в СИЗО, абсолютно без никаких доказательств, они, используясь этим законом, смогут выйти на волю и перейти до нормального жизни. Кстати, инициатор этого закона воспользоваться его возможностями не сможет. На российские СИЗО он не распространяется. Но есть юристы, у которых иное мнение, чем у главы пенитенциарной службы. Это будет также сигналом для наших правоохранительных органов и судебной системы работать быстрее, чтобы человек не находился в следственном изоляторе годами. Если государство считает, что много людей выйдет, это несправедливо, значит на будущее нужно увеличивать наказание. А о последствиях этого закона вскоре можно будет судить по криминальным сводкам. Сколько сидевших за тяжкое выйдут и снова совершат преступление. Ирина Романова, Ольга Рыцарь, Валентин Белич. Подробности. Телеканал Интер. Вторые сутки в зоне АТО боевики стреляют в направлении мирных городов из запрещенных минометов. Сегодня ударили по контрольно-пропускному пункту в селе Золотой Луганской области. КПП готовили к открытию. Есть раненые. А накануне после проезда через линию разграничения наблюдателей обстреляли пригороды Попасной. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Из оккупированного Первомайска в сторону Попасной посредь Белого дня боевики выпустили 7 мин. Снаряды легли недалеко от окопов военных. Судя по звукам, не меньше 80-го миномета. Этот обстрел армейцы называют провокацией. По их опыту, сигналом открыть огонь для боевиков стала пересменка у представителей миссии ОБСЕ. Вчера, например, это было прямо перед переездом миссии ОБСЕ, которая проезжает через наш пост в сторону Первомайска. Был этот обстрел. То есть, возможно, это и провокация. Из оккупированных городов противник ведет огонь из тяжелых орудий. А вот поближе из серой зоны, из крупнокалиберного стрелкового. Особенно опасны вот такие лесопосадки. Каждый вечер, как только темнеет, оттуда постоянные обстрелы. Каждые 15-20 минут у нас идет доклад на штаб, что то оттуда выстрелы, то оттуда выстрелы. Пока тихо, бойцы занимаются бытом. В укреплениях порядок и аромат обеда. Тут главный повар Игорь. Стараемся наблизиться до домашних страв, чтобы солдатам нагадывали свою домовку, чтобы краще служили. Если военнослужащий накормленный, помытый, в нормальных условиях отдыхает, то можно рассчитывать, что любую боевую задачу он выполняет так, как нужно. Чтобы это стало реальностью в полевых условиях, волонтеры доставили на передовую мобильные прачечные. Конструировали сами, учитывали все условия, в которых бойцам придется приводить себя и форму в порядок. Вы решили сделать на базе 20-футового морского контейнера, на причипе, абсолютно универсальную мобильную, правильную и мобильную лазню. В данном случае вода не замерзает, вода, когда уже подогрета, идет. За рахунок того, в тебе есть уменьшение электроспоживания. Вот это на стиране, вот это все. А вот это стиране сюда складывают. Ну, чтобы не перепутать. Новым подарком армейцы радуются, как дети. И сразу в очередь. Сначала разбирают генераторы, термопушки, бензопилы. Ура! Действительно хороший подвод. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из Луганской области. Подробности. Телеканал Интер. Как искать тела погибших в зоне АТО и похоронить их на родине? Это тема сегодняшнего круглого стола в Киеве, организованного общественными организациями «Украинский выбор» и «Антивойна» с представителями Красного Креста. Но запланированное общение прервали бойцы батальона АЗОВ. Они тоже выразили желание присутствовать на этом заседании. Возле здания, где планировалась встреча, выставили охрану. Из-за чего представители волонтерской организации «Черный тюльпан», которая занимается поиском останков погибших в зоне АТО, и вовсе не смогли принять участие в этом мероприятии. Бойцы привели в свою группу поддержки. Конфликта удалось избежать, и азовцы заняли места за круглым столом. Но вопрос, который стоял в повестке дня, долгое время обсудить не удавалось. В конечном итоге бойцы АЗОВа и глава волонтерского движения «Архангел» покинули мероприятие. Я всегда буду на стороне солдата. Я вам это обещаю. До тех пор, пока я буду жива. Давайте как-то найдем серединку. Мы должны забрать наших погибших солдат, и мы должны вытягнуть всех полоненых. Это первая наша задача. Российские фуры, которые едут транзитом в Беларусь, сегодня блокируют уже не только на Закарпатье. 2 февраля Польша запретила проезд российских грузовиков по своей территории. Поэтому водители пытаются добраться до пунктов назначения через Украину. Инициаторы блокады, а к ней подключились активисты нескольких общественных организаций, требуют, чтобы власти запретили торговую деятельность российских фирм, и сделали это немедленно, до понедельника. Предупредили, готовы к провокациям, поскольку недовольные водители, возможно, попытаются пойти на прорыв. Сегодня с 8 утра общественные активисты перекрыли трассу во Львовской и Волынской областях. Только на пункте пропуска Доманова за день остановили 24 грузовика с российскими номерами. Подали звернення на губернатора, голову областной ради, головного полицейского Волинской области и на службу безопасности Украины в Волинской области, что мы будем проводить безтерминовую акцию. На Волинской мутнице ДФЭС обратились гражданские активисты и представители самообороны. Это создает определенные непосредственности для подорожающих и граждан, однако на качество и скорость мутных процедур это не бывает. Историческое событие. Папа Римский и Патриарх Московский и Всея Руси буквально через несколько минут встретятся впервые в истории. Это произойдет на Кубе. О чем они будут говорить? С подробностями наш собственный корреспондент в США Тихон Дзитко. Это тот случай, когда, можно сказать, без преувеличения этого события ждали почти тысячу лет. И вот, наконец, встреча понтифика и предстоятеля Русской Православной Церкви состоится. Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск встретятся на Кубе, в аэропорту. По сообщениям из Гаванны, уже все готово к исторической встрече. Усилены меры безопасности, оборудованы места для журналистов. Освещать это событие будут несколько сотен представителей СМИ. Самолет Папы Римского должен приземлиться на Кубе около двух часов по местному времени. Это девять вечера по Киеву. Сразу после этого начнется встреча с патриархом Кириллом и продлится около двух часов. Сам Кирилл прилетел в Гаванну накануне. Это уже четвертый его визит на Остров Свободы. Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы Республики Куба, председателя Государственного совета и совета министров господина Рауля Кастро. Патриарх уже имел беседу с кубинским лидером, однако все ждут исторической встречи с понтификом. По ее итогам будет подписана совместная декларация. Содержание этого документа держат в секрете. Известно только, что декларация на десяти листах. Ее текст согласован, однако в него могут внести коррективы. Источники в РПЦ рассказали, что речь в первую очередь идет о защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также планируют затронуть вопросы международной политики и ситуацию в Украине. Через несколько часов текст декларации обнародуют. Более того, некоторые источники в РПЦ не исключают главы церквей в Гаване, могут обсудить возможность следующей встречи. Тихонзитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Ну а сейчас с нами на связи студия «Черного зеркала» и ее ведущий Евгений Киселев. Евгений, добрый вечер. Я вижу, к эфиру вы готовы. О чем сегодня будут спорить ваши гости? Ну, вы знаете, сегодня и на этой неделе было очень много важных событий. Сегодня, во-первых, очень важное событие в Мюнхене, о котором вы говорили. Я имею в виду Международную конференцию по безопасности. Это одно из самых главных событий года. В ней принимает участие президент Украины Порошенко. Мы ждем, что оттуда из Мюнхена к нам в эфир включится, примет участие в программе губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Сегодня, опять-таки, упомянутое в подробностях историческое событие. Первое в истории встреча Папы Римского и Московского патриарха на Кубе. Об этом тоже обязательно поговорим. Но мне лично более всего интересно, как я уверен и большинству наших зрителей и участников программы, чем же все-таки закончится правительственный кризис. Что ждать от 16 февраля, когда Верховная Рада будет заслушивать отчет правительства? Состоится ли после этого перезагрузка Кабинета министров? И какая, если состоится, и возможен ли вариант с распадом коалиции досрочными парламентскими выборами? Вот обо всем этом будем сегодня спорить. Спасибо, Евгений. Черное зеркало сегодня начнется чуть позже обычного, буквально на несколько минут, поскольку сразу после нашего выпуска документальный фильм под названием «Шокин». А сразу после него черное зеркало, поэтому не переключайтесь. А с вами мы увидимся уже завтра в 8 вечера. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин